Здравствуйте, ребята! Сегодня мы открываем следующую страницу раздела «Литературная прозаическая сказка», где познакомимся с талантливым писателем Константином Георгиевичем Паустовским. Тема урока – знакомство с творчеством и биографией Константина Георгиевича Паустовского. Сегодня на уроке вы проследите жизненный и творческий путь писателя Паустовского. Узнаете, что такое автобиография. Познакомитесь с историей создания и жанровыми особенностями произведения «Теплый хлеб». Определите смысл заглавия сказки. Ребята, посмотрите на название этих книг. «Стальное колечко», «Дремучий медведь», «Растрепанный воробей», «Кот ворюга». Знакомы они вам? Я уверена, что многие из вас уже читали эти хорошие и добрые сказки, а написал их Константин Георгиевич Паустовский. Константин Георгиевич Паустовский родился 31 мая 1892 года в Москве в семье железнодорожного статистика. В семье было четверо детей, у писателя было два брата и одна сестра. Писатель так вспоминает о своих родителях. Отец мой, несмотря на профессию, требовавшую трезво взгляда на вещи, был неисправимым мечтателем. Он не выносил никаких тягостей и забот. Моя мать, дочь служащего на сахарном заводе, была женщиной властной и неласковой. Мать была убеждена, что только при строгом и суровом обращении с детьми можно вырастить из них что-нибудь путное. Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, благоговейно любили театр. В 1912 году будущий писатель поступил на историко-филологический факультет Киевского университета. В том же году в киевском альманахе огни вышел первый рассказ Паустовского «На воде». С тех пор решение стать писателем завладело мной так крепко, что я начал подчинять свою жизнь этой единственной цели, вспоминал писатель. После начала Первой мировой войны он перевелся в Москву. Здесь жили его мать, сестра и один из братьев. Однако во время войны Паустовский почти не учился. Сначала работал в ажатом трамвая, потом устроился на санитарный поезд. Писатель вспоминал. Тогда у меня уже созрело решение оставить на время писание туманных своих рассказов и уйти в жизнь, чтобы все знать, все почувствовать и все понять. Без этого жизненного опыта пути к писательству были наглухо закрыты. Это я понимал хорошо. Во время работы на санитарном поезде я слышал от раненых множество замечательных рассказов и разговоров по всяческим поводам. Простая запись всего этого составила бы несколько томов, но записывать у меня не было времени. В отряде из попавшегося мне обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день были убиты на разных фронтах два моих брата. Я остался у матери совершенно один, кроме полуслепой и больной моей сестры. Не обошла стороной судьбу этого человека и Великая Отечественная война. Во время войны Константин Георгиевич был военным корреспондентом на Южном фронте и писал рассказы. Вы все знаете, что профессия военного корреспондента очень опасная и связана с ежедневным риском. Военные корреспонденты – люди с крепким, сильным характером. Именно таким и был Константин Георгиевич Паустовский. Константин Паустовский работал на заводах, был вожатым трамвая, санитаром, журналистом и даже рыбаком. Чем бы писатель ни занимался, куда бы ни ехал, с кем бы ни знакомился, все события его жизни рано или поздно становились темами его литературных произведений. Паустовский признается, написал за свою жизнь как будто много, но меня не покидает ощущение, что все написанное только начало, а вся настоящая работа еще впереди. В 1945-1963 годах Паустовский пишет одно из своих главных произведений – автобиографическую повесть о жизни. Давайте, ребята, узнаем, что такое автобиография. Автобиография от автора и биография с греческой обозначают собственное жизнеописание. Последовательное – описание человеком событий собственной жизни. Главным героем является сам автор. Обычно пишется от первого лица, охватывает важную или самую важную часть его жизни. Коротко о себе. Автобиография Паустовского. 1966 год. Ребята, подумайте и ответьте. Как вы думаете, почему так важно и полезно знать события и факты из жизни автора, из его собственных уст? Ваш ответ может быть таким. Из автобиографии мы узнаем личные переживания, мысли писателя, которые помогают нам лучше понять судьбу этого человека, его взгляды на жизнь, а также глубже разобраться в произведениях, которые мы изучаем. Паустовский писал, писательство сделалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа. Константин Георгиевич Паустовский любил путешествовать. Это ему помогало в творчестве. Он так вспоминает об этом. У каждого писателя своя манера жить и писать. Что касается меня, то для плодотворной работы мне нужны две вещи – поездки по стране и сосредоточенность. Константин Георгиевич Паустовский был награжден большим количеством медалей и орденов. Давайте узнаем, каких. Орден Трудового Красного Знамени, Орден Ленина, медаль «За отвагу» и «За оборону Одессы». Обе посмертно. В середине 50-х годов к Паустовскому пришло мировое признание. Произведения писателя переводились на многие языки. В 1965 году Константин Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В последние годы жизни писатель болел астмой. У него случилось несколько инфарктов. В 1968 году его не стало. Согласно завещанию, Паустовского похоронили на кладбище в Тарусе. Ребята, мы проследили жизненный путь писателя Паустовского. Человека интересной, но непростой судьбы. Выполните следующее задание. Найдите в кластеле неверные факты из биографии и творчества писателя. Давайте проверим ваши ответы. Первый факт. Мать писателя была добрая и ласковая с детьми, отец строгим и практичным человеком. Этот факт неверный. Второй факт. Первый рассказ Паустовского называется «На воде». Этот факт верный. Третье. Профессии писателя – рабочий на заводах, вожатый трамвая, санитар, журналист, рыбак. И этот факт также является верным. Четвертое. Константин Паустовский никогда не служил на войне по состоянию здоровья. Этот факт неверный. И последний факт. Писатель был награжден большим количеством медалей и премий. Этот факт верный. Константин Паустовский оставил после себя огромное творческое наследие. Особое место, в котором занимают детские сказки. Сам автор никогда не считал сказку легкомысленным или несерьезным жанром. Для него написание книги для детей было очень важным и ответственным занятием. Почему? Потому что именно истории для детей требовали от него наибольшей сосредоточенности. Паустовский так писал про сказки. Сказка нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение, источник высоких и человечных страстей. Она не дает нам успокоиться и показывать всегда новое, сверкающие дали, иную жизнь. Она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. Давайте узнаем о сказке «Теплый хлеб», с которой нам предстоит знакомство на следующем уроке. Сказка была написана в 1954 году, через 9 лет после победы в Великой Отечественной войне. И издана впервые в детском журнале «Мурзилка». События, описанные в ней, происходят во время гражданской войны в очень трудное и голодное время. Ребята, восстановите пословицы о хлебе. Есть ценности, которым нет цены. Давайте проверим ваши ответы. «Хлеб всему голова. Без соли, без хлеба половина обеда. Плох обед, когда хлеба нет. Покуда есть хлеб да вода, все не беда. Кто трудится рад, тот будет хлебом богат». Ребята, давайте узнаем смысл заглавия книги. Образ хлеба красной нитью проходит через всю сказку. По-условски назвал свое произведение «теплый хлеб», и, конечно, эпитет «теплый» обретает здесь переносное значение. А какое именно? «Теплый» значит согретый добротой и вниманием сердца, человеческой лаской и заботой. Именно такой «теплый хлеб» становится символом оттаившего сердца главного героя сказки. Довольно сложно отнести произведение Паустовского «Теплый хлеб» к какому-то определенному жанру. Как и многие работы писателя, «Теплый хлеб» является небольшим по объему произведением, который можно назвать рассказом. Также сказкой, так как события в нем носят отчасти фантастический характер. Произведение может быть названо и притчей из-за его глубокого нравственного содержания. «Сказка-быль» – это литературный жанр, совмещающий в себе признаки двух жанров. Здесь реальность сочетается с фантастическим. Вы видите это на схеме. Я уверена, что вы заинтересовались сказкой «Теплый хлеб» и прочитаете это произведение до конца. Вы окунетесь в удивительную историю о мальчике Фильке, узнаете о его грубом поступке и о том, что за ним последовало. Ребята, подведем итоги урока. Сегодня мы проследили жизненный и творческий путь писателя Константина Георгиевича Паустовского. Узнали, что такое автобиография. Познакомились с историей создания и жанровыми особенностями произведения «Теплый хлеб». Определили смысл названия сказки. Ребята, наш урок подошел к концу. Благодарю вас за внимание и отличную работу. До встречи на следующем уроке.